что всем приятного втором же реал стриме сегодня я ну как бы уже вот второй сегодняшний день первые мы доехали до города королева в офис где работаю теперь мы проедем назад это все еще как бы все в таком тестовом режиме происходит как бы все очень рандомно контент случайный это но в предыдущий раз мы на из к 2 тв а теперь же мы соответственно мне помогает тор спасибо ему он все сообщения с чата из к 2 тв будет дублировать мне в skype читать я могу только их поскольку у меня поскольку у меня ну телефон тут только со скайпом где я буду сейчас читать машине поедем в город пушкина ну то есть я домой собственно еду то есть пока что такой стандартный маршрут но предполагается что предполагается что в принципе следующие стримы возможно буду по заявкам делать может быть кто-то хочет какие-то места посмотреть здесь в округе могу предоставить карту в принципе там грубо говоря тыкаете в какое-то место мы туда едем сейчас поправлю так как бы его настроить уронил стрим так нормально вроде бы да но к сожалению изображение вертикальное объясняю для зрителей почему вертикальное изображение потому что если я телефон переворачиваю горизонтально то я не могу читать чат не знаю skype так сделан что почему-то нельзя включить чат в режиме горизонтального видео ну а без чат это же не интересно так что пока что так не знаю потом будем уже разбираться но пока это происходит именно таким вот образом сейчас чуть-чуть прогрею двигатель совсем держал холосты нормально а да регистратор еще надо поставить соответственно стрим ли я через телефон htc 8s у него есть только 3g то есть lte 4g у него нету поэтому качество может быть всяко к тому же это все-таки не стрим из дома это стрим с дороги здесь может быть разный уровень приема ямы эти ну вот именно сетевые и так далее да и не только сетевые у нас россия ямы дороги там вон все ждут электричку наверно это шанс выехать тут нет недалеко переезд нам-то налево надо да пропускают нас что подвихает то не какие менты Сейчас мы находимся в микрорайоне Юлипейной, это такое окраина, здесь промзона в основном, какой-то частный сектор. Да, покатушки я очень люблю, не знаю, прям такое удовольствие для меня это, катался бы и катался, даже на такой машине. Ну, если кто не заметил, у меня девятка, ВАЗ-21093, карбюраторная, с одной нерабочей передачей, второй, ну то есть она как бы иногда втыкается, но я не рискую, вдруг заклинит еще что. Короче, она редко втыкается, я ее не рискую, то есть я с первой на третью переключаюсь. Вот, соответственно, в принципе, не знаю, машина меня в целом устраивает, сколько я в нее уже вложил денег, то, что там некомфортное сидение, ну пока что мне на это, в принципе, я. Как я уже сказал, едем мы в город Пушкино, соответственно, через Ярославское шоссе. О, ничего себе тут колея, что-то на дороге жесткое, прям сносится. Такая же пламя, да, вторая не втыкалась, оп. Вот, ну коробку делать, это, к сожалению, довольно дорогое удовольствие. Снять, поставить коробку, это уже там где-то под 3000. Ну и плюс еще детажер, то есть они в скорости не вылетают. Все это нормально. Папа, это что? Нет? Оп. Замикнул. А, вообще, во-первых, все это думают, да? Все это знают. А, вообще, во-первых, все это думают, да? Ну, кто же лагает в теле такое изображение? Вот, в принципе, это все. Это выезд из города Королев. Отключенный свесофор, как обычно. Ну, у меня главное. Ну, блин, блин. Тут я ничего не могу поделать, к сожалению. Если там будут кубики, раскрывы и так далее. Ну, это... Вот так вот. Какое-то предпокрытие идти. Да, вот тут вот раньше была, мягко говоря, убитая дорога. То есть просто было какое-то месивое из земли, типа полуасфальтом, на котором просто можно, если бы хотел плавно наехать, то есть надо было ехать пять километров в час. А сейчас вот камешки положили даже. Ну, я на пизде, ну по камням езжу. Машина какая-то вот. Это вообще ощущение жесть. Я просто нудил со стороны в сторону. Я просто руль держу стараюсь. А можно будет засечь по видео. Да, блин. Ты, кстати, плеер выставил, да? Ну и сказал ты его. Поградно мы сейчас быстро доедем тут ехать, тут пробок по спидометру 80 едем, но в реальности наверно 70 едем. Я обычно езжу по GPS спидометру, но я показываю на первом стриме. В GPS спидометру обычный езж очень точно показывает, но сейчас вместо GPS спидометра скайп. Поэтому приходится ехать по механическому спидометру, но обычному панель ревора, который очень не точный. Бывает рюк на 10, на 12. Кошмар! GPS очень точно показывает. Я говорю про хорошую погоду. И так далее. Получался вообще ясно. Сейчас показывал, что идеально просто. Значит у тебя плохо спидометру. Значит антенна была виновата. Продолжение следует... Кривоватый немного, но не пикет. Бутники через лаз, через расслабил, ну это значит у тебя антенна, да, плохая была. Я понял, как-то я тоже с другом ездил, у него еще пятерка была, так, ну что думаешь, у него там это ППК был, на Windows Mobile еще такой, древний ППК, но GPS уже. И вот мы тоже пробовали там по GPS уехать, ну в смысле навигатор, да, именно, не пнизометр, а просто навигатор. Да он спутники вообще нифига не ловил, но у него была внешняя антенна, комплектная. Комплектная внешняя антенна. И внешнюю антенну мы подключали, а у него там магнитик на конце. Короче, лепили, как это, в фильмах, там, полицейские мегалпотоковед лепят, но кускок, да и через окно. Ну вот так же GPS лепили. И что ты думаешь, даже в дождливую погоду, все давно ловились путники, в принципе нормально, быстро находились. Тут асфальт что-то сняли, видимо новый классик будет. Ну вот мы уже подъезжаем Пушкино, но тут есть два выбора, как заехать в Пушкино. Первый, это Ивадейский поворот, он будет сейчас. Ну это такое гиблое место, там можно так встрять, что я на него не суюсь. Там нафиг надо, честно скажу, вообще. Поэтому я еду всегда на дальний поворот. Так, вот рукой, вместо Пушкино, вместо... Ну ладно, пропустим. Ну что, по спидометру 110 уже. 122,520 гривен где-то. Это в принципе максимум, что я набирал когда-либо. Да я потому что затупил он немного. Я что-то съеду, еду, разговариваю. Ну в принципе, а смысл угнать когда не надо, да? Если мне это было не нужно, зачем? Дастин решил всю мощь показать. Нет, она может быть здесь скорочки и больше сможет, но на ровной нет. Так, здесь мы начинаем оттормаживаться. Потому что здесь у нас идет вот сейчас 70 ограничение. В общем, камера опять 50 км в час. Не, вместо 160 не знаю. Ну может быть, если это слишком долго ехать, то да. В общем, камера 50 км в час здесь. Все, проехали камеру. Сейчас надо обогнать и перестроиться направо. Сейчас будет поворот на Пушкина. Сейчас будет поворот на Пушкина. Да, ну конечно, сейчас не утро, тем более это из Москвы. Конечно, сейчас такое время просто. Вот он был поворот на Пушкина въезд. Надо сразу влево перестраивать сейчас. Потому что не съехать вниз и обратно. Опа, удачно. Ну потому что... Вот, что-то въехали. Вот, все. Таблищик до Пушкина. Вот он город. Друговое движение. Где меня на первом видео остановили. С другой стороны. Так, сейчас пропускаем. Что-то много всех. Блин, да что же их столько тут. Так, все, вырулили. Так, тут я чат буду уже читать очень аккуратно. Потому что это город. Здесь всякие выскакивают. Переходят дорогу. Ну, вы знаете, если вы автомобилист. Давай к нему опять подкатывай. Нет. Фу, ну и жалко тут. Блин, забыл про этот жачий. Так, все, светофор уже три, два, один. Поехали. Ну, блин, я сжарюсь тогда. Вот мост через реку Серебрянка. Опять проезжаю. Ну, опять я, имею ввиду, с утра проезжал на первом видео. Теперь только в обратную сторону мы едем. Поехали. Немного проблем. Надо хоть окно открыть что-ли. О, хоть чуть-чуть свежую воздух. Хотя, как он тут свежит? Загазованно все. Ну блин, за реанимацией ехать не самая кайф, потому что не видно ничего, но на стрим плохо видно. Кстати, связь ни разу не оборвалась, кстати, да, за всю проездку. Реанимация видно нормально, я верю. Крут проедем, я думаю, она в другую сторону куда-нибудь поедет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, сама свалила. А мне направо не надо, там потом неудобно будет на круге. Я лучше тут постою, но слева где-то на круг. А, блин, светофор красный, ну ладно. Значит, еще постоим. Ну да, у нас что-то последний год, наверное, или полтора, что-то в городе пробки начались. Здесь раньше не было в самом городе пробок. На Ярославке-то были, но в самом городе как-то не особо. А вот сейчас что-то в городе тоже пробки уже было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Причем это еще не час пик. Это забей, это еще не час пик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, проехали круг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы уже практически в нужном районе. Осталось сейчас только доехать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА До светофора практически. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, тут постоянно пипикуют. Это нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так что поездка подходит к концу, к своему логическому завершению. Вот и двор. О нет, только не говорите, что все занято, блин, а не, опа, опа, ништяк. Повезло. Так, ну что, сейчас сниму телексон, можно заодно показать хоть салон. Не видно ничего, по-моему, на камеру. А, надо же регистратор это вырубить. Вообще не видно, что на экране, да, через камеру. В общем, машина стандартная, ну что с девятки взять, лол. Регистратор вообще не видно, а, не видно, да, я заметил. Сейчас я тогда, ну стрим получился короткий, да, даже для реалстрима. Сейчас я тогда еще пройдусь пока, ну до дома буду идти, что-нибудь еще поболтаю, уже завершим тогда. Сейчас я соберу вещи тут. Так, все выключил вроде. Все, фары вырубил, вырубил. Да нормально, они по-другому. Ну, вдруг хреново закроется. Тут вот, тут чел как-то хреново припарковался. В общем, в принципе, на этом стрим завершается уже. Ну вот. Так, сейчас что-то напишем. Да, место занял уже. В общем, если вам понравилось, есть какие-то идеи, может быть, есть какие-то, ну то есть, предложения там, как еще интересный стрим сделать, как можно там добавить что-то куда-то съездить, какие-то, ну то есть, вообще какие-то интересные штуки. В том числе принимаются предложения по пешим прогулкам тоже. То, как бы я это очень внимательно слушаю, читаю. Можно писать мне на почту или там, ну куда-то еще. Ну, как бы в чат писать, когда я в ней стримаю, это, конечно, плохо, потому что я могу не читать. Вот. Можно в комментариях мне писать. В скайп, особенно. Ну, в принципе, везде, где есть. Комменты на ютубе, да, обязательно. Вот мне Тор подсказывает. В общем, буду ждать ваших замечаний и предложений. Ну, и даже если их, может, не будет там поначалу, то все равно я, скорее всего, еще что-нибудь попробую заснять. Пока, брат, не знаю что. Ну, может быть, поеду в другую сторону, еще чем-нибудь покажу. Ну, что? Сделайся широким. Зачем? А, в смысле, блин. Ну да, вот с оборудованием у нас проблемы. К сожалению, если бы у меня был бы Android или iPhone, я бы поставил бы прогу Ustream и стримил бы на Ustream. Там можно коменты читать сразу. Вот. Не, я не хочу ни iPhone, ни Android. Ну, Android, в принципе, еще терпимо. Но, опять же, где его взять такой, чтобы... То есть, можно купить Android телефон за 2000, но... И какое с него будет качество идти? Я думаю, не то, которое все ждут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...